К марту 2015 года, когда была задумана эта книга, сепаратисты, поддерживаемые российской армией, оккупировали значительную часть украинских территорий, и война стала пугающей реальностью. Впервые за годы независимости военные вопросы, такие как оружие, боеприпасы и воинская повинность, стали главной заботой постмайданной Украины. По данным министра обороны Украины Степана Полторака, к концу марта 2015 года в украинских вооруженных силах служило 230 тысяч человек, сражавшихся против армии «повстанцев», использовавших самые современные российские орудия, ракеты и тяжелую технику. Во многих украинских городах, поселках и селах люди оплакивают погибших и пропавших без вести солдат. Памятные мероприятия в честь погибших стали обычным явлением. Изуродованные комбатанты заполняют украинские больницы и реабилитационные центры. Напротив, Москва скрывает свои военные потери, а мертвых российских солдат тайно хромят или кремируют на Донбассе в мобильных крематориях. В этом томе предполагается обсуждение внешних и внутренних факторов, которые способствуют хрупкости и нестабильности ситуации в Украине, а также ее общих трудностей в реформировании страны. Хотя причиной этого являются внутренние проблемы Украины, такие как массовая коррупция, основными дестабилизирующими факторами являются аннексия России и Крыма, война на Донбассе и российская пропаганда. Геополитический проект в кавычках Путина обсуждался в нескольких эссе этой антологии, и его усилия по дестабилизации российского ближнего зарубежья в кавычках, похоже, весьма успешны, несмотря на западные санкции, наложенные на Россию. Стало совершенно очевидно, что они не сдерживают агрессию России в Украине или где-либо еще. Объяснения этого выходят за рамки данной книги. Однако одна точка зрения кажется здесь особенно актуальной, чтобы контекстуализировать затяжную войну России в Украине и выводы некоторых эссе этого сборника. По разным данным, диапазон богатства президента России Владимира Путина оценивается от 79,2 до 200 миллиардов долларов. Некоторые утверждают, что он управляет страной как своим собственным домом, финансируя ее из собственного кармана. Бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох утверждает, что Путин контролирует огромную машину нелегального бизнеса в России, такую как незаконный оборот наркотиков, прикрытие сети публичных домов и казино, а также прибыльная торговля оружием. Есть и другие сведения, в том числе рассказ Александра Литвиненко, который предположительно был убит российскими спецслужбами в Лондоне в 2006 году. Годовой доход от этого бизнеса оценивается в десятки миллиардов долларов. Кох настаивает на том, что эти средства контролируются российскими спецслужбами и лично Путиным, и именно так он финансирует спецоперации в ближнем зарубежье, в кавычках, и руководит своим «коминтерном», в кавычках, в Европе и США. Латят всем, кто значим – агентам влияния, журналистам, депутатам, радикальным партиям и политикам. Субтитры создавал DimaTorzok